Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать в новый влог! Сегодня у нас видео будет посвящено пустым баночкам. У меня их накопилось довольно-таки большое количество. Давно я не снимала вам пустые баночки, не показывала. Ну, они мне уже честно мешают. Запинаюсь, я не хожу. И думаю, надо их как-то мне вам показать. Для кого-то, думаю, это видео будет полезным и интересным, потому что, когда я показываю пустые банки, я всегда даю свой отзыв на тот или иной продукт. Нравится мне, не нравится. Повторю, не повторю. Посоветую вам или не посоветую. Поэтому оставайтесь со мной до конца, если вам интересна эта тема. Не забудьте подписаться, кто не подписан. Поставить лайк этому видео и оставить свой комментарий. Так что, поехали! Сегодня мы с вами вот такое пакетище пустых банок разберем. Покажу, что тут у меня накопилось. Ну и начнем мы с вами вот с чего. Я хочу вам показать в первую очередь пустые баночки. Это вот эти, как они называются? Ну, короче, вот эти ароматизаторы для дома. Вот этот я покупала в фикс прайсе. Почему он так быстро закончился? Не потому, что он закончился, а потому, что я три раза его пролила. Я его поставила в ванной комнате. Он пахнет обалденно. Когда заходишь в ванную комнату и чувствуешь, что этот запах очень классный аромат. Мне он очень понравился. Миднайт, по-моему, 200 рублей стоил вот этот ароматизатор. Вы знаете, ну, реально классный, крутой запах. Я люблю. Он такой вот какой-то, не знаю, обволакивающий, такой вот мягкий, вкусный. Обалденный. И мне очень жалко, что вот он у меня стоял на тумбочке, и белье на улице дождь было, а я белье сушила в доме. Или кто-то снимал, или я, может быть, снимала так неаккуратно, задела и уронила, прокинула, и так произошло три раза. Короче, вот этот вот парфюм для дома я вам советую однозначно. В фикс прайсе большой объем, надолго хватает. Он классный, он реально обалденно вкусно пахнет. Так, еще два. Это я покупала в Леруа Мерлен, вот этот, ну, знаете, ну, как-то, ну, вот как-то пахнет он вкусно, приятный, очень такой сладковато, фруктовый, приятный аромат. Но, наверное, вот муж у меня покупал, в машину такой брал, в машине он чувствуется, для маленьких помещений, да, он будет чувствоваться. В зале он у меня стоял, я не чувствовала этого аромата, и он очень быстро у меня закончился. По запаху, да, приятно. Еще раз скажу, что он подойдет для маленьких помещений. Вот так вот я скажу. И вот это тоже самое, тоже приятный аромат, и цена бюджетная, но очень быстро заканчивается. И подойдет для маленьких помещений, но, опять же, стоял он у меня в ванной комнате, и я его чувствовала, когда проходила мимо. Вот этот же я, когда захожу в ванную, я его чувствую, а вот этот, ну, слабоват, слабоватый, скажу так. Ну, я не выкидываю диффузоры вот эти сами, я, у меня есть сменные вот эти рефилы, я в них заливаю просто, и все, мне они для этого нужны. Так, ну, давайте пойдем в пакет нырять, что тут у меня в пакете. Естественно, здесь много всего будет по хозяйству, но давайте вот так, что попадется под руку, то и буду доставать и показывать. Шампунь профессиональный для мужчин, насколько он профессиональный, я не могу сказать, покупала в фикс-прайсе. Мужу он хорошо подходит, моему мужу подходит все, что угодно для его лысой головы, но у ребенка от таких шампуней стала появляться перхоть. Поэтому сын у меня использует как гель для душа, а муж моет голову, ему, ну, как бы, ему норм подходит, цена бюджетная, нормально. Так. Кислородный отбеливатель, пятновыводитель, не отбеливатель, кислородный пятновыводитель, светофор, отличный, мне очень понравился, классный, отлично работает. Я бы сказала, неплохая замена ванишу, но намного дешевле. Бутыль 2 литра закончился, я вот уже второй использовать начала. Хороший, мне понравился, буду однозначно покупать еще. Закончился гель для душа, такая странно-страшная упаковка, потому что он у меня стоял в бане, я такие гели для душа, большие объемы беру для бани. Удобно, кто кусковым мылом, кто гелем для душа, ну, вот поэтому вот такой вот он, растрепанный, с ароматом шоколада. Очень приятный аромат шоколада, хороший гель для душа, светофор, копеечная цена, литровый бутыль надолго хватает, ничего плохого сказать не могу. Нормуль. Дальше идем. Как и сказала, беру все поподряд, потому что я не знаю, что я буду искать, где. Вот эта штука, волосогон, однозначно буду рекомендовать и советовать. Именно вот этот я покупала в Леруа Мерлен, также я раньше покупала такой волосогон в фикс-прайсе. Ну, я думаю, во многих магазинах он продается, здесь в одной упаковке два саше, отлично справляется. Если у вас такая проблема, засоряется слив в душевой кабине, в ванне, именно волосами, да, что актуально для нас, для девочек, моментом, просто моментом все вычищает. Классно, классно, пользуюсь уже не первый раз, здесь два саше на два раза хватает, отлично работает и отлично прочищает трубы, классная штука. Следующее тоже буду рекомендовать и постоянно вам его рекомендую, это Санаксгель, средство для сантехники. Не имеет, вернее, в нем, не имеет неприятного запаха, отлично справляется с любой ситуацией, будь то унитаз, будь то раковина, раковина, неважно, это будет глазурированная, либо это будет искусственный камень, отлично работает, крутая штука, всегда пользуюсь, буду пользоваться и вам буду рекомендовать. Продается в различных магазинах, где есть что-либо для хозяйства, цена бюджетная. Закончилось вот это средство для очистки и мытья стекол и зеркал, фикс прайс, очень бюджетное, большой объем, здесь 750 мл, хорошее средство, мне понравилось, уже использую второй флакон. Закончился вот этот освежитель воздуха, классный аромат, мне нравится, два флакона, это вот у меня остатки сладкие были, закончились, уже миллион раз про него рассказывала, энергия тебе, это мой любимый аромат. И также у меня появился еще один любимый аромат, это вот такой летний дождь, покупала в светофоре, цена по-моему 88 рублей, обалденнейший, очень приятный, сладковатый, цветочно-фруктовый такой аромат, очень классный аромат. Вот это теперь мои два любимчика, и они, кстати, вот мне кажется, чем-то схожи. Следующий аромат, это вот этот кашемир, тоже фикс прайс, крышки, не обращайте внимания, потому что я один флакон вставляю, крышку от нового флакона одеваю на пустой, чтобы не валялось ничего нигде, поэтому крышки разные. Сам аромат приятный, но я начинаю задыхаться от него, он какой-то слишком пудровый, что ли, я бы сказала, не знаю, но я вот именно от такого я начинаю закашливаться, у меня начинает в горле першить, но это как бы не аллергия, я не знаю, как это назвать. Короче, аромат приятный, но тут уже, видимо, свои какие-то индивидуальные особенности, вот так. Дальше идем, так, 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 о, пакет затесался здесь, ну, корм Мираторг для котика, отличный корм, кило 200 беру на Валберис, хорошая цена, коту нравится, говорит спасибо и просит еще. Закончился у меня вот такой флакон хозяйственного мыла, жидкое хозяйственное мыло, здесь литр, в прошлом году еще покупала, в светофоре я много тогда набрала, и вот у меня оно заканчивается. Иногда замачиваю, добавляю в стирку, иногда мою белую обувь, отличное, хорошее хозяйственное мыло, мне оно нравится. Ну, им можно делать все, что угодно, ну, как бы спектр применения хозяйственного мыла, он очень велик. Так, вот еще один у меня закончился, вот такой освежитель воздуха, ягодный коктейль, приятный такой ягодный летний аромат, тоже ничего такого сказать про него не могу. Все, наверное, с освежителями или нет? Да, все, освежители закончились, слава богу. Дальше. Паста зубная, она не закончилась, я ее выкидываю, покупала я ее давненько уже, по-моему, в магнит косметик, она была на акции, стоила копейки, мне посоветовал консультант, я ее взяла. Паста ни о чем, она такая гелевая какая-то, ну, тут уже и засохла, и, знаете, ну, мне она не понравилась, легкая-легкая свежесть во рту, практически неощутимая, и, ну, не знаю, как-то, ну, не оберегает она зубы, что ли, от налета, не очень, короче, мне понравилась эта паста, советовать ее не буду, мы даже ее не закончили. Да что ж такое-то? Вот эта паста Сенс-1, обалденнейшая паста, обожаю ее, это экстра отбеливание, именно конкретно эту покупала я в пятерочке, по-моему, на акции. Обожаю пасту Сенс-1, как бы мне рекомендовал мой стоматолог, я не изменяю его рекомендациям, пользуюсь этой пастой, мне она очень-очень нравится. Дальше еще один шампунь, наверное, да, это точно такой же, просто второй флакон тоже закончился, вон, омылись, так намылись. Закончился вот этот ополаскиватель для полости рта, нормальный ополаскиватель, ничего плохого, ничего хорошего сказать не могу, обычный ополаскиватель. Ополаскиватель освежает полость рта, но, знаете, есть помощнее ополаскиватель, от которых у меня слизистая во рту, прям кусками потом слазит. От этого такого нет, нормальный, мне подошел этот ополаскиватель, я уже, наверное, третью бутылку такую использую, неплохой. Покупала я, по-моему, в фикс-прайсе такой полоскивативатель. Дальше идем. Вот эти таблетки для бака унитаза, для сливного бачка, тоже уже не раз показывала. Обожаю вот этот санинспектор, Белайф, да. Опускаете одну таблетку в бак, и унитаз, на унитазе не образуется никаких отложений, никакого камня. Хорошо чистый всегда унитаз, и хорошо он моется, ничего в нем такого нет, не нужно прилагать потом никаких усилий, чтобы оттирать какой-то там налет от воды, или какой-то камень, еще что-то. Короче, вот эти таблетки классные, рекомендую, уже не раз вам рекомендовала, пользуюсь, буду пользоваться именно океан, именно синие, никакие другие, именно синие. Так, что касается унитаза, сияющий унитаз, это блоки чистоты, в комплекте идет 3 штуки, покупая в светофоре, стоят копейки 3 штуки, что-то рублей 80, наверное, где-то так. Отличные, хорошие блоки, мне нравятся, хорошую пенку дают, хорошо освежают, и сохраняют свежесть унитаза намного дольше. Хорошие блоки. Дальше, закончился вот этот ополаскиватель для посудомоечных машин, заказывала я его на Валбрис Самат, я как бы не первый раз пробую продукцию Самат для своей посудомойки. Все продукты, которыми я пользовалась, мне нравятся, и вот этот неплохой ополаскиватель для посудомоечных машин, ну, раньше он стоил побюджетнее, сейчас нужно скидочки ловить, потому что сейчас тоже на него цена как-то немножко подскочила. А так, хороший ополаскиватель, 750 мл, брала я тоже на акции, замена финишу отличная. Закончился у меня, наконец-то, закончился вот этот шампунь, покупала по рекомендации блогеров, магнит-косметик, описывали там вообще, делает и то, и это, и кофе в постель приносит, ни хрена, вообще ни хрена, ничего не делает. У меня был шампунь и бальзам, кондиционер или бальзам из одной серии, мне ничего не понравилось, ни то, ни это, ну, как бы ни о чем. Советовать не буду, и сама больше такое повторять не буду. Закончился вот этот спрей-антиналет для ванны душевых кабин от Фаберлик, тоже рекомендовать не буду, кто-то его хвалит, но мне он не понравился, абсолютно ничего не делает, абсолютно не очищает. Здесь заявлено, что он удаляет и звездковый налет, и ржавчину, создает защитную пленку на поверхности от загрязнений. Ни хрена подобного, вообще ничего не делает, вообще не буду рекомендовать, и больше никогда такой не возьму, даже за бесплатно. О, еще для котика у меня тут вот этот хотела показать, лямур, вот этот корм стоит копейки в красно-белом, есть с разными вкусами. Ну вот, попробуйте своим котикам вот такой корм, неплохой, он его хорошо кушает. Еще одна зубная паста, колгит, ну про колгит говорить нечего, отличная зубная паста. Большие такие объемы я покупаю в светофоре. Вот такая зубная паста, колгит, Total Fixed Price, по-моему, покупала, тоже неплохая, хорошая зубная паста. Ну, как бы, в принципе, колгит хорошая паста, боже, у меня паста тут, я не знаю, как будто у меня тут целая рота зубы чистила. Так, вот эта паста Тиандэ, Pro Dental, Pro Dental, Pro Dental. Мне, знаете как, она идет больше на защиту десен. А я люблю такую, чтобы вот, ух, во рту прямо аж горело, да, чтобы хорошо очищало, и чтобы подольше не образовывался налет. Ну, вот это не та история, она такая гелеобразная, и, как бы, ну, для чувствительных зубов, я думаю, подойдет. Ну, она, вот именно вот это направлено на десна. Да, вот здесь даже написано, уменьшает кровоточивость, способствует укреплению десен, нормализует кислотно-щелочной равновесие воротовой полости. Ну, больше ничего про нее не могу сказать, она тоже у меня до конца не закончилась. Так, дальше идем. Ой, господи, господи. Закончились вот эти витамины. Витамин С покупала в FixPrice, по-моему. Ну, знаете, конечно, здесь дозировка не такая, которая нам положена, как суточная норма, да. Нет, конечно. Ну, вот иногда, знаете, хочется чего-то такого там кисленького, апельсинового, шипучего, то да. А так, как сами витамины, мне кажется, это бесполезная вещь. Закончилась у меня туалетная вода, молекула 01. Кто меня смотрит, знает, что это моя любимая туалетная вода, обалденнейшая. Люблю безумной любовью, ни на что не про меня. Покупаю я ее в Марафете. Ой, еще немножко осталось. Кофе хотела выкинуть, но не стала. Почему? Потому что это я заказывала на Валберис. Недавно я вам показывала в распаковке Валберис. Я заказывала Лаваце, Ора, золотистую такую упаковку. Там была интенсивность пятерка, это интенсивность семерка. Но кофе обалденнейший. Очень вкусный, очень приятный. Никакой горечи не чувствуется. Обожаю, люблю и буду рекомендовать. Дальше, дальше, дальше. Закончился у меня L-карнитин. БАТ, который я заказывала на Валберис. Мне понравился. Хорошие витаминки. Буду тоже еще заказывать. Кислородный, что тут у меня, пятновыводитель, отбеливатель. Мистер Дес, по-моему, в фикс прайсе я его покупала. Неплохой, мне он тоже нравится. Неплохой. Стоит тоже бюджетно. По возможности буду покупать. Ой, девочки, чуть-чуть осталось. Так, кислородный очиститель. Он у меня не закончился, я просто его пересыпала в другую банку. Но решила вам показать в пустых баночках. Немножко рассказать. Неплохой кислородный очиститель. Я в нем замачивала белое белье. Неплохо отошли пятна. Неплохо, ну, как я не скажу, что прям отбелилась до кристальной белизны. Но все равно на тон, на два белые вещи стали светлее. Тем более с нашей водой. Кто меня смотрит, знает, что у нас просто ужасно жесткая вода. И тяжело вообще белые вещи содержать в приличном состоянии. Поэтому, ну, неплохой кислородный очиститель. Но хотелось бы что-то помощней. Так, еще один кислородный очиститель. Мой Рэббит. Тоже неплохой. Ну, как бы они даже, я бы сказала, схожи по своему функционалу. То есть, ну, так же что один, что второй активируются в горячей воде ниже 90 градусов. Ну, и так далее. Неплохие, короче, вот эти вот отбеливатели, очистители. Так, ошейник затесался. Ну, раз затесался, я покажу. Покупали коту вот такой био-ошейник для мелких пород собак и кошек. Покупали в низкоцене. Знаете, все ничего, все отлично работает. Но вонь от него ужасная. Он воняет то ли чистотелом, то ли чем, ну, вот какими-то травами. Воняет за километр. Так, ну, и все, чуть-чуть совсем. Выкидываю вот этот гель-лак кипай. Кипай, кипай, не знаю, как там правильно. Вы знаете, он обалденно красивый. Он, ну, вот видите, что произошло. Я им даже ни разу не попользовалась. Он засох. Вот так. И остались у нас масочки, масочки. Вот это маска для лица ночная. Джом-там-ъем-там. Как хотите, назовите. Я не знаю, как правильно. Обалденная маска. Я покупала на Валберис. Был набор из 30 штук. Сначала я, конечно, целое со шея на лицо вымазывала. Сейчас делю на два раза. Мне хватает вполне. Отличная маска. Но есть одно большое но. Я сдуру начала пользоваться каждую день. Ну, то есть, каждую ночь. Не надо этого делать. Эта маска, как по мне, ее хорошо использовать два. Ну, это максимум. Если уже совсем там трэш у вас с кожей три раза в неделю. Два-три раза в неделю, не больше. Я думаю, двух раз будет достаточно. Маска классная. Она отлично питает кожу. Прям она на утро такая свежая, отдохнувшая, сияющая. Попробуйте классная масочка. Дальше. Маска с картофелем. Хорошая маска. Отлично увлажняет, питает кожу. Прям кожица такая на лице бархатистая, как попка младенца. Классная маска. Вот эта маска с рисом. Тоже с валбрис. Отличная. Мне очень понравилась. Это я вот одну использовала. Одна еще у меня есть. Маска хорошая. Вы знаете, в этих масках столько сыворотки. Просто обалдеть. Вот эта маска с гранатом. Там даже еще. Я и на шею выливала. Но там сыворотки обалдеть сколько. Тоже хорошая маска. Хорошо увлажняет. Я еще расскажу, что все эти маски, они прям направлены на увлажнение. Вот эта маска с лавандой. Я не помню, где покупала. То ли в фикс прайсе. По-моему, в пятерочке. Но здесь просто обалдеть сколько сыворотки. Я и на руки, и на шею. И здесь еще пол пакета этой сыворотки. Тоже неплохая маска. Отлично увлажняет. Я всегда говорю, что вот такие тканевые маски, они как обычно все отлично хорошо увлажняют. Но вот эта, мне кажется, она еще и обладает каким-то, я не скажу, что подтягивающим, но заметно разглаживает мимические морщинки. Вот именно с рисом. Все, девчонки, посмотрите, какую кучу добра я вам насобирала. Все пустые баночки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся с вами в новых видео.